Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По какой-то счастливой случайности я поставила камеру в слоу-мо и все оставшееся время на выставке камера писала в слоу-мо. То есть мне сейчас понадобилось все это ускорить в два раза, но, к сожалению, звук не сохранился. Итак, как вы уже поняли, мы находимся на выставке Бэнкси, просто случайно шли по Сохо и решили зайти. Очень прикольно, мне очень понравилось, очень много смысла в картинах. Собственно, можете все это сами наблюдать, не маленькие. Если я не ошибаюсь, никто и никогда не видел самого Бэнкси, никто не знает, как он выглядит. И мне на самом деле очень интересно, как происходил процесс создания этой выставки. Присутствовал ли он там? Приходил ли он в это место? Я очень сильно сомневаюсь, что вся эта выставка сделана без его разрешения. Безусловно, он, скорее всего, присутствовал, согласовывал. Очень интересно, как все это происходило. Видел ли кто-нибудь его или все это держалось в секрете? Эту картину вы 100% где-то видели. Она, наверное, одна из самых известных картин Бэнкси. Таким образом выглядит выставка снаружи, со стороны улицы. Очень красиво, очень стильно. Мне все очень понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди. Иди сюда. Че у Мафи-беда там? Иди сюда, Марсик. Субтитры сделал DimaTorzok Надо зайти и посмотреть видосы. Это ты сейчас будешь делать себя. Марсик, ты че? Так, после меня. Вот так выглядит моя камера. У меня в руке сейчас еще портативная зарядка. Просто потому, что камера разряжена. Слушайте, мне очень нравится. Это такой микрофончик. Пушочек. Вот такая вот, такая вот малышечка. Вот такая вот малышечка мне легла на ногу. Спасибо, спасибо, спасибо. Всем привет, это день второй. Сегодня я хочу снять вам обзор на недавние покупки. Что я купила, что у меня теперь сейчас есть, что я получила в подарок, что я заказала, что ко мне пришло. Но я не знаю, как это сделать, потому что у меня нет штатива. Я не знаю, как вас расположить. Итак, дорогие мои друзья, сейчас буду вам показывать, что мне пришло с Шейна, с Алиэкспресса. Заказала очень много одежды. Буду стараться все мерить, но не обещаю. Но перед этим я хочу показать то, что просто разбило мое сердце в пребезги. И вновь его починили. Секунду. Просто... Ну просто это... Это все. Это фаталити. Смотрите, какие они. Они просто идеальны. Смотрите, как красиво. Одни только эти значки чего стоят. Я заказала еще платье от Крейс с черным корсетом. Черное платье. Оно должно скоро у меня прийти, неделю через две. Боже, какие будут фотки. Какой будет лук. Я просто в шоке. Они такие офигенные. Честный обзор. Надевать их целая катастрофа. Это прям сложно. Очень сложно их натягивать. Они очень узкие вот здесь в голени. И если ножку сюда просунуть ты сможешь, то сюда... Это прям тяжко. Но носятся они очень комфортно. Это самые комфортные каблуки в моей жизни. Просто я в них ходила бы, как в тапочках. Подарок от любимого. Да. Девочки, мы заедем. Сама себе завидую. Дальше у нас из недавних покупок такая вот сумочка увесистая из Виктории Сикрет. Я зашла посмотреть только спреи. Сейчас успокою сына. Посмотреть только спреи. Но, конечно же, одними спреями это не ограничилось. Вот такие вот духи. Again. Мне подарили. Они просто обалденные. Я, если честно, не разбираюсь в парфюме. Я даже не знаю, как их описать. Но они такие, наверное, что-то ванильное, приятное. Написано Крим Клауд Тиз. Вот. Девочки, огонь. Дальше. В подарок. Я еще брала белье. Белье показывать не буду. Оно... Ну, оно... Но не для ваших глаз. Дали в подарок такой лосьон для тела. С духами. Тоже Тиз. Очень приятный. Просто безумно приятный. И крашу тестовым. Оп. И вот так вот мы вложим ручки. Вложим. Очень вкусно. Дальше. Я зашла в Сифору. И мне сделали AirTouch. Не в Сифоре. В Ереване мне сделали AirTouch. Мне обесветили какую-то часть моих волос. И теперь за ними нужен пристальный уход. Раньше я могла просто помыть голову. Даже не сушила феном. Не использовала плойку. У меня волосы были в шикарном состоянии. Конечно же, сейчас они травмированы осветлением, обесвечиванием. Поэтому мне мой трикмахер сказал обязательно зайти, купить уход. Всякие шампуни, баночки. Короче, специальные. Это был целый набор от Olaplex. Мне никто не платил за рекламу. Обычно. Но я вам покажу, что я купила. Так. И вот. Короче. Подойдем к вам поближе. Здесь, значит, идет. Три такие баночки. Честно, использую только две. Третья. Не понимаю, зачем. Использую шампунь. Классный шампунь. Мне нравится. Использую кондиционер. Вот такой кондиционер. Это что-то вроде маски, я так понимаю. Но я это еще не использовала. И вот такая вот штукенция. Вообще запечатанная. Еще даже не открывала. Это все было в одном наборе. Стоило это где-то, наверное, долларов 40. Без скидки стоило 70 долларов. Мы попали на скидки. И все это обошлось мне где-то в 46 долларов. Я считаю, что это очень хорошая цена для такого набора. Дальше в подарок дали вот такую штуку. Честно, я не знаю, что это такое. Еще не пользовалась. Есть подозрение, что это что-то вроде... Что-то для глаз, наверное. Да, это тонер против пор и капли под глаза, видимо, для тонкой кожи. Давайте распакуем. Не доставала еще. Так мило... Ой. Вот так мило все это выглядит. У меня с кожей нет проблем, в принципе, но попользуемся. Что еще? Еще мне сказали купить несмывашку от K18. Вот такую. Одна такая несмывашка стоила... Ну, она стоила доллар 70. Вот за такую штуку где-то 70 баксов. Просто маска, которую ты наносишь перед тем, как расчесаться, перед тем, как уложить свои волосы и не смываешь. Вот такой вот обзор покупочек. Сейчас притащу сюда все шмотки, постараюсь. Я очень много на шее не заказывала белья, всякие колготки. Не горю освоим желанием все это сейчас показывать, но принесу то, что можно сразу примерить и устрою вам показ мод. Итак, первые лоты моих заказов это вот такая вот кофточка. Сразу говорю, ко мне еще не пришла юбка, не пришло никакое платье, поэтому низ сейчас очень странный. Внизу у меня просто велосипедки, но я их надела для того, чтобы показать вам туфли и колготки. Смотрите, такие дрейновские колготки. Вот тут рваные, тут рваные. Ну и сверху там уже есть часть колготок. Посмотрите, какие охеренные ботинки, просто. Боже, они не просто удлиняют ногу, они прибавляют 40% крутости. Просто посмотрите, какие они потрясные. Я сняла каблуки, чтобы не смущать вас и не смущаться самой. В общем, следующий лот, такие вот штаны. Они должны быть просторнее. И они только что стирки, мне кажется, что они сели, потому что они прям ощущаются очень-очень комфортно. Такие штаны-каргу просто. Так, такая вот штучка. Можно затягивать, растягивать, делать все, что угодно с ней. Вот так можно сделать. Очень прикольно, что здесь есть такой вырез под палец. Точно удобно и прикольно. Итак, наш второй экспонат. Очень похожая вещь с предыдущей. По вот такой вот кофточке. Такой, знаете, в стиле корсета топ. Мне очень нравится снова, что есть вырез под большой палец. Удобно, комфортно, прикольно, приятно, неплохо, мило. Дальше у нас идет абсолютно самый обычный топ. Вот такой. Если честно, не знаю, как правильно его носить, потому что для того, чтобы спустить плеч, он какой-то сильно короткий, то есть, ну, некомфортно. Его длины не хватает, ребят, не хватает. Можно остаться случайно без этого топика. Такая вот шапка. Вроде бы я похожую видела у Акулич в Инсте, но это не точно. Ой, не туда смотрела. Простите, мне нужно привыкнуть. Фокус. Следующая шапочка у нас тоже такая вот прекрасная. Топ опять самый обычный. Выглядит это как-то так. Мне на самом деле не очень нравится этот топ, потому что проблема какая-то, не знаю, с вырезом. Он какой-то и не туда, и не сюда, и не сильно глубокий, и не сильно маленький. И мне кажется, что он увеличивает мои плечи, и так, без того, не маленькие. Как-то нужно было так, не знаю, с ним. Почему я должна подсказывать вам, как шить ваши вещи? Алиэкспресс. Или кто это, Шейн? Честно, я не знаю, как носить правильно эту шапку. Этот берет. Он на меня просто не натягивается. Ну, что-то как будто вот так. С другим верхом. Не так. Я реально как будто просто прямоугольник в этой штуке. Боже. Марсель. Что ты там забыл? Он, если что, туда вообще никогда не залазит. Сейчас я построила эту конструкцию, чтобы ставить туда камеру, и посмотрите, что случилось. Конечно, ему нужно все изучить. Опять грязный нос. Как ты ешь свой горло? Носом? Вот. Вот это уже другое дело. Обычный черный топ. С хорошим горлом. Я обожаю, на самом деле, когда вещи вот с таким горлом. Когда нет большого выреза. Все. Game 5 с плюсом готово. Кого она там спасала? Корона? Сюда можно, кстати, попробовать бюретт. Еще не приручила эту камеру. Как это держать? Надо купить штатив. Да, такая American Girl. Мы, кстати, сейчас находимся на Wall Street. Вот этот вот фильм. Volk с Wall Street. Это про меня. Ой, я в шоке, конечно, с Нью-Йорка. Ребята, ребята. Как так можно жить, ребята? Я не понимаю. Вот они, американцы эти. Они же живут вот так. С рождения. Вы понимаете? Вы понимаете? Я не понимаю, как это возможно. Марсик тоже не понимает, как это возможно. Отбил пятюню и пошел дальше по делам. Короче. Всем пис. Да блин! Я забываю, что вы тут. Подайте какой-нибудь сигнал, что вы не тут, а тут. Так, что вам еще показать, родные мои, дорогие мои? На самом деле, я еще заказывала всякие домашние вещи, типа там ночнушки, халатики. Не думаю, что вам... Я знаю, что вам это интересно. Но я вам это не покажу. Вот. Получается, что все. Всем пока!